Всем здарова народ, с вами Варчик. В этом видео будем смотреть бой с ранговых боёв. Бой играется на объект 277 человеком, которого можно назвать новичком, потому что у него мало боёв и весь этот бой будет видно, что не хватает опыта, и я подскажу, где не хватило опыта, поскольку игралась карта неправильно, фланг игрался неправильно из-за отсутствия опыта. А спонсор этого видосика громкий дождь, потому что я проснулся в 6 утра, ну и соответственно в 6 утра вам записываю этот видосик. Реплей этот был прислан очень давно, я его посмотрел, но в целом не решался записывать его по этому реплею или нет. Будет ли вам интересно посмотреть ошибки новичка и мой рассказ про этот бой? Пишите в комментариях, ставьте лайки, и я пойму, что было интересно. Итак, для начала мы видим, что для того, чтобы правильно отсматривать этот реплей нужно исправить один косяк. У нас прицел не смотрит туда, куда направлен центральный маркер. Сейчас я попытаюсь это исправить, нужно фов сделать другой. Видимо, человек играет с другим фовом, поэтому прицел смотрит немного не туда. Попытался немного это исправить, но видимо не угадал. Во! Смотрите, теперь прицел вроде лучше. Пытается смотреть, то есть человек скорее всего играет не на особо мощном компьютере и мне кажется немного переборщил. Сейчас мы угадаем, наверное 100. 100, может быть 105. Мне кажется 105 идеально, потому что если фов отличается, то как ни странно, прицел не соответствует. Поэтому данный косяк я исправил. И надеюсь, дальше реплей мы будем отсматривать правильно. Я уже не первый раз реплей смотрю и там эксперты в чатиках, в комментариях подскажут вам все как надо. Итак, что первое хочется сказать. В бою есть две ЛТшки Т100ЛТ и ЕБР-105. С нашей стороны Т100ЛТ и мы останавливаемся посреди бугра пострелять по танкам, которые не выйдут, потому что они светятся и никуда не подставятся. Соответственно, мы стоим и ждем, когда мы можем сами подставиться. Это первое, что бросается в глаза. Второе, что бросается в глаза, что у человека фов не максимальный стоит и фпс в начале боя было маловато, когда танков было вокруг. Соответственно, делаем вывод, что компьютер не самый мощный. Играбельно вроде как по фпс, но я как Шерлок Холмс провел экспертизу. Компьютер не сильно мощный, но это в принципе не сильно к нашему делу относится. Если бы было вообще все печально, я бы сказал, что такой фпс неиграбельный, но в целом пойдет. Также у нас еще плохо с обзором. Не знаю, какое оборудование там стоит, но с обзором все ужасно. Возможно, с экипажем все плохо. Что сразу бросается в глаза, расходники стоят в неправильной последовательности. Что касаемо, как стоит ремка и аптечка, вы можете их ставить как угодно, в какой угодной последовательности, но я, честно говоря, никогда не понимал, когда стоит огнетушитель на четверке. Это самая близкая кнопка к расположению руки. Ее удобнее всего нажимать. Здесь должен быть тот расходник, который вы чаще всего тыкаете, и вам его должно быть удобнее всего нажимать. И пятерка, в принципе, рядом не сильно далеко. Пятерку тоже можно нажать. А вот шестерка уже в ебенях находится, и у меня все время был такой вопрос. Люди, которые ставят огнетушитель на самую удобную кнопку, либо у вас пальцы очень длинные, и вам от W легче нажать шестерку. Мне, допустим, наоборот, четверку легко нажать, а шестерку, да я руку быстрее себе сломаю, чем шестерку нажму. Даже когда в линейке играешь, ты до F5 нажимаешь, а дальше уже начинаются проблемы. Также мы видим 8 фугасов для ранговых боев, это нормально, поскольку часто приходится наносить хотя бы какой-то урон. Ну а 4 кумулятива довольно-таки мало, нужно хотя бы там, не знаю, штучек 8, точно так же, как фугасов. Потому что 4 иногда могут потеряться в ВБРе, и ты 4 снаряда стрельнешь, а они ничего не дадут, потому что, ну, ВБР побаловался, и ты просто ничего не сделал. Это очень мало, 4 снаряда. За 4 снаряда можно ничего толком не сделать. Продолжаем смотреть, что происходит в этом бою. Мы стоим кемперин. На удивление, чел подставляется, в свету выезжает на бугор. Видим, что вражеские прожеты тоже не особо-то любители поиграть хорошо. Вот мы получаем, благо, без урона. Нужно было уже давно спускаться вниз, когда танки на горизонте начали вылазить, потому что круг отрисовки доставал. Мы засветились, это было очевидно. И подъезжаем ближе. Здесь у нас ЛТшка полхп слила. И, в принципе, смотрим на миникарту, что происходит. Довольно-таки много танков вражеских поехало на другой флангах. Там находятся 1, 2, 3, 4, 5 танчиков. Еще у нас есть арта, это 6. Еще у нас есть 3 ПТшки, из которых 2 более-менее для кустов. И это означает, что впереди танков так уж сильно много не должно быть. Да и в целом, если по модику посмотреть в ушах команды с лампочками, видно, что, в принципе, все уже в основном светились. Не светилось там буквально 4 танка. Наш герой отъезжает назад, хотя никаких предпосылок к этому нет. Здесь некому быть. Все вражеские танчики находятся на другом фланге и на базе. Это очевидно. И здесь видно, что наш герой отстает от боя. Уже давным-давно нужно было проезжать вперед и ехать играть. Поскольку это ранговые бои, то нужно быстро ориентироваться в ситуации. Нужно было посмотреть по модику или без модика, что здесь находятся 5 танков. Еще ЛТшки катаются. Плюс еще 3 ПТшки, 2 кустарных, 1 штурмовая. Они, скорее всего, будут стоять на базе. Это еще 2 танка. Итого это уже получается у нас 10 танчиков. Еще отнимаем арту. Впереди нас в итоге может быть максимум 3-4 танка. Здесь у нас на фланге как раз четверо. Сзади еще есть танки. Есть еще арта. То есть мы можем уже давно ехать вперед в атаку, не боясь ничего. Потому что нас здесь точно не будет меньше. И нам наоборот нужно здесь поддавливать и быстрее участвовать в бою. Поскольку на том фланге враги выиграли его. И у нас только на базе остались танчики, которые кемперят. И мы здесь отстаем. Нужно было быстрее подъезжать туда поагрессивнее в F1. И пытаться разваливать ПТшки, которые стоят на балкончике. Хотя бы их рентгенить и светить. Но мы играем максимально аккуратно. В этой игре нужно играть аккуратно. Но также еще нужно успевать за боем. И сейчас мы совершаем ошибку. Мы могли потерять половину ХП или даже практически все. В нас прилетел снаряд от 268 вариант 4 без урона. В нас смотрит 430. Еще 268 на балкончике чуть дальше. За отрисовкой тут чуть-чуть не хватает. Мы могли сейчас слить кучу ХП. Такое делать нельзя. Мы не должны играть фланги через укрытие. Мы должны играть фланги вокруг укрытий. Поскольку выезжая вот таким вот образом, в нас вся карта может развернуться и скинуться. Да, вот эти танки на базе, они немного отрезаны. Но все же стрелять они могут. Если они поедут на нас, они могут сцентренно получать. И они скорее всего там и останутся. Но если мы сами под них так жестко подставляемся, то это ошибка. И самое главное, что можно заметить в ошибках новичков, они играют неуверенно на правление, потому что не понимают, как их играть безопасно и еще и при этом настреливать. Мало того, что наш герой отстает от ситуации в бою, так он еще и играет максимально неправильно. Нужно играть не через укрытие, а вокруг укрытия. Таким образом, чтобы наш танк максимально был скрыт всегда. И при этом мы могли еще и стрелять. Потому что, играя через бугуры, мы вот так вот вылазим, подставляемся, да, убиваем артиллерию, но это убийство артиллерии могло нам дорого стоить. И сейчас мы поджимаемся туда, где у нас СТ-шка и ЛТ-шка. Хотя мы, в принципе, не должны были здесь оказываться по ситуации. Конечно, здесь неплохо, здесь есть рельефик, мы поджались и можем здесь как-то играться против врагов. Враги, благо, какие-то странноватенькие. Вот такие вот катаются перед нами, мы не успеваем. И сидим каким-то вот таким вот странным образом в прицеле. Хотя мы должны были выйти с прицела, посмотреть, оценить обстановку, что вокруг нас происходит. Но мы стоим здесь, целимся по врагу, который за бугром. В принципе, прострела по нему не будет. Если он будет подставляться, то это довольно-таки много времени пройдет, пока он вылезет в дырку. И мы сейчас стоим, какую-то фигню занимаемся и лозим наш кружочек в прицельчике по экранчику. Это ни о чем. Шеридан у нас зачем-то поехал сливаться. Видно, что в ранговых боях играют эксперты. Но что мне нравится в этом игроке, он старается. Он невероятно много усилий в этом бою прикладывает. Но все эти усилия без опыта получаются такими вот смазанными и неуверенными, слабенькими. Он здесь очень долго сейчас будет пытаться хоть что-то сделать. И он очень много аккуратничает. Но когда увидит какую-то ситуацию, аккуратность у него пропадает и он начинает делать максимальные ужасные вещи. По типу, как до этого он на бугор вываливался. То есть у него аккуратность, аккуратность, аккуратность. Потом он что-то замечает и все, вся аккуратность пропадает. Здесь у нас враг выкатывается и мы не обновляем каток, хотя он стоит очень хорошо. Нужно было стрелять через каток. 277 в каток пробивается легко. Мы стреляем просто в борт, нанесли урон, это хорошо. Даже увидели там какой-то значочек катка, но в целом мы не сбили каток и это плохо. Нужно было стрелять по катку, чтобы танчик уверенно загуслить и он никуда уже не поехал. Нужно было подождать, когда он починит каток и когда тут жопой назад начнет потихоньку отъезжать, нужно было зацелить ему возле катка точку и ждать, когда он сам будет подъезжать к вашему прицелу. И в момент, когда уже практически вот-вот он уже прицелом въезжает в каток, нажимаете выстрел и он сам катком въезжает вам в снаряд, тем самым вы сбиваете ему каток, а ремку он уже потратил. Таким образом, этот 277 с 80 хп стоит на катке и никуда не может деться. Он бы уже сдох. Вот такие простые моменты, но если их разбирать, видно, что опыта не хватает. И когда смотришь игру опытного игрока, такие вот мелочи даже можно не заметить. Казалось бы, да чел просто катается по карте, выстрел нажимает, но такие вот микромоменты и делают весь бой проще. Поскольку опытный игрок будет такие ситуации решать правильно и не будет загонять себя в тупиковые ситуации. В отличии от неопытных игроков. Находимся мы здесь вот в ямке внизу от рельефика. Здесь по сути особо нечем заниматься. Светимся от СТРВ. Он нас пересвечивает с куста. Мы тыкаем на карту, сигнализируя нашей команде, что там что-то есть. Засвечивается 268 и мы пытаемся без УВН-у. Залезли на Бугор. Пытаемся что-то выцелить. Вражеский танчик отсветился. И начинаем тут дальше стоять. Хотя, скорее всего, мы до сих пор в свету от СТРВ, потому что он стоит правее под камнем. Вот видно, как он сейчас стрелял. Кто-то из них там 268 или СТРВ. Скорее всего, СТРВ. Наш герой замечает справа СТБ до того, как он стрельнул. Это очень хорошо. При таком количестве боев человек видит карту, что там что-то происходит. Разворачивается, обращает на это внимание. Это хорошо. Нужно все время смотреть на карту и, в принципе, вся информация в основном получается по карте. Нужно на нее смотреть, реагировать, проверять, что там происходит. Какие там вообще враги подставляются. не подставляются. Есть прострел или нет. Поскольку это важно не только для нанесения урона, но и для выживания. Поскольку, если есть прострел, то он есть и для нас, и по нам тоже. То есть, чел увидел, что СТБ в простреле, немножко начал откатываться, и это, может быть, зарешало, что мы не получили урон. Хотя нам просто снаряд полетел низко по усинцам и не нанес урон. Но что хочется сказать, что мы потратили очень много времени и ничего не сделали. Опять же, это сказывается отсутствие опыта. Столько много времени, мы здесь просто в ямке проелозили и ничего не сделали. Не убили никаких врагов, не нанесили урон. За это время мы могли здесь уже 268 приехать просто к нему в лицо, занять какое-то укрытие, какие-то барханчики. И нужно было вывести себя в такую ситуацию, чтобы стоять и по КД накидывать в лючок 268 и потихоньку его разбирать. Потому что на остальной карте союзники могут не исправиться и нужно об этом всегда помнить, что нужно что-то делать. Здесь 268 у нас уже подставляется, но наш герой завел себя уже в плохую ситуацию, поскольку пока он здесь столько много времени ничего не делал, нужно было один раз выехать, глянуть, что тут особо нечем заниматься, мы никуда урон не вливаем и нужно было возвращаться наверх для того, чтобы уже как-то строить свою игру против 268 в Райан 4. Пока здесь были союзники, нужно было его как-то разбирать и такая ситуация, которая происходит сейчас, уже бы отсутствовала, поскольку сейчас мы пока будем убивать 268, съедутся остальные враги и нам будет плохо. Если бы мы уже начали разбирать потихоньку врагов, их было бы уже меньше и нам было бы легче дотащить бой. И из-за того, что у нас нет опыта, здесь мы спешим с выстрелом, видно, что пушка уже поднялась, герой, наверное, нервничает, точно так же, как и вражеский 268 Вариант 4. Поспешил, лучше дать более уверенный выстрел, это сейчас был опасный выстрел, стрелять в дальний каток, когда танк таким образом развернут, можно стрельнуть без урона, лучше было бы стрельнуть в ближний каток, нанести урон было в него легче, но наш герой умудрился в дальний каток нанести урон при неудобном вражеском таком вот позиционировании, и здесь опять у нас небольшие трудности с выцелением, но герой попадает в гусеницу и еще и с уроном. В принципе отыграл более-менее нормально, среагировал на этот 268, но опять же эту ситуацию он создал сам, что этот 268 смог сюда приехать и убить союзника еще, при этом мы еще могли обосраться, если бы ВБР был не такой благосклонный к нам, мы бы каток либо без урона дали бы и этот 268 жил бы дольше, либо могли бы вообще не попасть, потому что там практически пол прицела были за танком и мы могли не попасть. В этой ситуации могло не повезти и все было бы ужасно, плюс еще по нам простреливал 430 и мог бы наносить нам урон и один раз он кстати без урона стрельнул. И начинаем, точнее продолжаем аккуратничать. Нам нужно ехать опять что-то светить ПТ, что-то делать либо возвращаться на базу душить ИСа 7 и дальше продавливать какое-то направление. Мы благо едем вперед, ура, наконец-то мы решились что-то делать тащить катку пора уже поскольку времени прошло очень много и мы ничего особо это и не делали. Здесь очень опасный проезд и если бы какой-нибудь СТРВ остался тут стоять или 28 он мог бы из кустов нам бахнуть спокойно в бочину лучше бы мы бы объехали как-то шире и подъехали бы по красной линии. поскольку здесь можно было бы получить люлей вот мы засвечиваемся значит что там ПТшки есть и видимо они не успели среагировать либо смотрели в другую сторону и мы проехали нормально не получил урона хотя могли сейчас слить довольно-таки много 800 хп здесь у нас СТРВ сзади него 268 и где-то справа там ИС-7 в принципе мы уже остаемся с артиллерией вдвоем против СТРВ ИС-7 и 268 и эту ситуацию мы создали себе сами из-за неопытности мы очень долго стояли ничего не делали пока мы там пытались как-то что-то найти в кустах вражеских мы уже должны были разбирать кого-то убивать все отличие от очень сильных игроков от очень слабых в том что очень сильные игроки они намного быстрее все делают они быстрее участвуют в бою быстрее наносят урон и за счет того что они быстрее все это начинают делать к концу боя у них больше преимущество больше урона лучший результат и так далее здесь нам повезло что мы от 268 не получили опять пиздюлину могли бы уже слить практически все хп если бы нам не повезло опять же выезжать сюда справа это ошибка поскольку из 7 где-то находится справа и он может нам в бочину накидывать это раз второе 268 может вообще стоять с кустов накидывать по нам без засвета потому что у нас обзор говно и СТРВ может нас тут рентген из бугра то есть мы выехали только что в прострел практически всех врагов одновременно это снова была ошибка не нужно было так делать и мы сейчас ждем когда СТРВ сам к нам приедет в основном мы в принципе так в бою и участвуем когда враги сами к нам приезжают то есть мы не являемся инициаторами ситуации никогда очень долго чиним боюкладку но починили их слава богу здесь у нас сейчас будет не очень приятная перестрелка с СТРВ который играет от рельефика у него довольно таки противные вообще вот эти всякие скосы наклоны и так далее и сейчас сейчас как ни странно нужно было заряжать фугас и фугасом стрелять ему в лючок поскольку лючки у СТРВ пробиваются фугасами и седьмой забирает артиллерию это значит что он где-то справа уже там приближается потихоньку к нам а мы до сих пор не разобрались с нашим врагом который впритык также у нас еще есть 268 где-то слева и мы забираемся на холмик видимо спрятаться от СТРВ и честно говоря здесь уже советовать довольно-таки тяжело здесь нужно угадывать рисковать и что-то делать для того чтобы победить но основное наш игрок уже сделал до он сам себя загнал в эту ситуацию никакой хорошо играющий танкист не загонит себя в такую ситуацию практически большинство уже давным-давно бы разыграли этот фланг убили бы намного раньше 268 вариант 4 затем и 268 СТРВ всех этих ПТ он бы уже давным-давно поубивал бы и потом уже просто поехал бы в конце боя в СА 7 заканчивать бой против последнего врага но наш герой дотянул до такого состояния когда мы уже в такой вот ситуации неловко когда вокруг куча врагов а мы просто одни и мы вот так вот жопы спускаемся вниз загоняем две ПТ практически в одно место и сзади нас где-то ИС-7 но мы честно говоря как-то наш герой не особо вообще реагирует на то что там где-то все время есть ИС-7 и он его не боится здесь снова ошибка нашего героя перед нами 268 с довольно-таки жирной пушкой у нас 1800 хп также мы играем на советском танке который с легкостью может загореться или взорваться мы выезжаем на него боком во-первых игра такая World of Dance идея камера от третьего лица мы можем просто выйти с прицела если мы в нем находимся и просто камерой посмотреть что там происходит за бугром не выезжая из-за него при этом мы находимся в укрытии и видим что делает враг но наш герой не смотрит чем занимается враг а здесь не надо было так сильно выезжать из-за укрытия чтобы стрельнуть в 268 тем самым мы сейчас подставились под него мы могли нанести урон таким образом чтобы враг не мог нанести урон по нам потому что это ПТ без башни но мы сами под него подставляемся он стреляет и нам везет что не попадает но если бы мы были сильным игроком мы бы не подставились под него здесь выцеливаем НЛД стреляем слава богу убиваем сзади едет на нас СТРВ мы снова поднимаемся наверх засвечивается ИС-7 ситуация уже намного лучше мы уже не в окружении все враги с одной стороны это хорошо также у ИС-7 всего лишь 600 хп это на 2 выстрела могло быть намного хуже здесь мы выезжаем подставляемся в ИС-7 ИС-7 тоже неправильно играет он должен был быть от рельефа башенкой но он стоит как корова полностью НЛД подставил мы выезжаем рискуем стреляем нам не везет мы рикошетим кумулем там очень сложно так стрельнуть кумулем но картошка так смогла и здесь ошибка на ошибке тут и враги слабые наш герой довольно таки неопытный ИС-7 ошибся мы тоже под него подставились но никто урона не получил можно было бы как-то правее выехать через другую дырку аккуратней не подставляясь используя либо борт от скалы либо от башенки в дырку но мы выехали полностью через бугор подставились целиком и нам повезло что ИС-7 не нанес по нам урон хотя у него пушка по стабилизированию чем у нас рискуем тут перед ним прокатываемся он не успел зарядиться и сейчас мы должны попробовать выдать по нему урон пока он едет но нужно аккуратно это сделать так чтобы он по нам не успел стрельнуть мы выкатываемся делаем это не слишком аккуратно довольно таки сильно мы опять выехали но хотя бы дали урон и даже если ИС-7 даст в ответ то в принципе это размен который пойдет но ИС-7 максимально глупый он ошибается еще хуже чем наш герой и делает выстрел по танку который уже отъехал сзади едет СТРВ и наш герой это видит и видно что несмотря на то что опыта очень мало у нашего игрока который прислал нам реплейчик видно что он видит что происходит в бою и видно что у него какие-то задатки есть он будет хорошим игроком если наиграет больше боев у него всего лишь 3500 боев было на тот момент когда я смотрел этот реплей первый раз видно что он реагирует на карте когда что-то происходит значит он ее видит и это самое главное что в картошке нужно это реагировать на карту видеть ее и чувствовать что происходит в бою единственное что с этими 3500 боев герой уже видит но пока не знает что с этим делать основные моменты в этом бою это то что долго бездействовать это очень плохо потому что в конце ты загоняешь себя в невыгодную ситуацию 100% пока союзники на других флангах держатся нужно что-то делать либо ехать им помогать либо решать на своем фланге долго стоять бездействовать это заводить бой в сложную ситуацию что в принципе наш герой и сделал но так же не нужно еще и ехать сломя голову вперед сливаться потому что если вы умираете вы тоже играете на поражение и нам везет что сзади какой-то там супергерой на СТ РВ который просто бог ранговых боев он просто спускает за нашим героем ну вот так вот вот он разбился ну разбился в ранговых боях что тут сказать и мы забираем в этот момент еще шотного ИСа 7 сзади телега плоская разбилась в принципе мы затащили бой но мы вынужденно затащили бой потому что мы тянули резину до самого конца и сами себя в это все загнали но враги были такие слабые нам так сильно повезло сколько же мы ошибок в этом бою сделали если бы все выстрелы которые делали 268 вариант 4 и 268 залетали по нам у нас хп кончилось бы давно у нас были ошибки игра через рельеф а не вокруг рельефа у нас была ошибка долгий простой бездействие в тот момент когда можно было подавливать фланг против небольшого количества врагов с поддержкой союзников также у нас была ошибка выезжание из-за поворота на врага на пт который в нас смотрит и мы слишком сильно из-за поворота выезжаем сами под него подставляемся хотя можем нанести урон безопасно но что есть хорошего это то что мы видим карту и даже реагируем на нее но не во всех ситуациях понимаем что нужно делать с этим нужно работать я думаю что этот игрок вполне может стать хорошим по крайней мере он уже играет лучше чем средние игроки с кучей боев хотя у него всего лишь 3 500 с вами был Арчик играть красиво всем пока игрок и играть